Я очень рад вас всех видеть. Давайте мы посмотрим Второзаконие. Посмотрим слово, которое касается именно о вдове. Пожалуйста, откройте Второзаконие, 24 глава. Второзаконие, 24 глава, 20 и 21 стих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остаются пришельцу, сироте и вдове. 21 стих. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Сегодня мы читали слово о Господе Боге, которое заботится о сиротах и вдовах. Господи Бог желает, чтобы мы стали духовными, сиротами, духовными вдовами. Тогда мы можем получить то, что Господи Бог для нас приготовил. Однако, дьявол нас искушает. Мы не хотим становиться духовными вдовами. Если вы внимательно посмотрите жизнь Давида, вы сможете увидеть, что он духовно был вдовой. Если вы посмотрите на жизнь пастора Усупака, тогда вы сможете увидеть, что он перед Богом живет, как духовная вдова. Именно жизнь, в которой мы уповываем только на Господа Бога, это есть жизнь духовной вдовы. Но из-за того, что мы не верим в Господа Бога. И поэтому мы оставляем в нашем сердце многое то, что не является Божьим. Давайте еще одно слово, мы посмотрим. Псалты, 67-й Псалом, 6-й стих. Да, 67-й Псалом, 6-й стих, если вы посмотрите. Отец, сирот и судья, вдов. Бог на святом своем жилище. Дорогие братья и сестры, что нам говорит слово? Что Господь, Бог, Он отец, сирот. Здесь написано, что Бог судья, вдов. У сирот или у вдов нет места для упования. И поэтому Бог обещает, что Он будет местом упования для них. Господь Бог обещает, что Он станет нашим Отцом. И дальше хочу посмотреть слово. Пожалуйста, откройте Иеремия, 49-й глава. 11-й стих. Иеремия, 49-й глава. Иеремия, 49-й глава, 11-й стих. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их. И вдовы твои пусть надеются на меня. Что здесь точно говорится? Дорогие братья и сестры, Господь Бог хочет, чтобы мы жили, надеясь на Него. Скажите, когда у нас появляется обида на сердце? Когда мы испытываем трудности? Тогда, когда у нас не получилось то, что мы хотели? Или когда мы встретились с сложными обстоятельствами? Или когда мы не получили признание? Когда есть плоды? Или когда есть 역사가 있을 때? Или когда есть ин정을 받을 때? Или когда есть какие-то плоды? Или когда есть какие-то плоды? Знаете, мы очень часто радуемся и благодарим только тогда, когда есть какое-то деяние, когда есть какие-то плоды. Иеремия, почему Господь Бог спас нас от греха? Почему же Он объединился вместе с нами в единое? Почему же Господь Бог призвал нас в качестве Его служителей? Почему же Господь Бог поставил нас служителями церкви? Для того, чтобы мы жили Божьим. Чтобы Господь Бог стал для нас единственной причиной для похвалы. Чтобы Он стал нашей гордостью. Но если мы живем в этом мире, мы хотим нашими плодами и нашими какими-то хорошими вещами хвалиться и получить утешение. Однако Господь Бог обещает, что Он может быть мужами для вдов, у которых нет места для надежды. Поэтому мы без конца хотим в себе создавать какие-то хорошие плоды, места для надежды и упования. Перед церковью, перед служителями, перед братьями и сестрами мы хотим иметь какие-то хорошие плоды и в хорошем виде представить перед ними. В Библии очень ясно рассказывается, есть точное разделение между Саулом и Давидом. Давайте сначала мы посмотрим историю о Сауле. Сауле 14 глава 52 глава 52 стих. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и войственного, брал его к себе. И в этом стихе мы можем увидеть способ жизни Саула. Да, была упорная война. Однако он не на Бога уповал. Он держался не за обещанием Господа Бога. Здесь написано, что когда видел какого-либо человека сильного и войственного, брал его к себе. Попробуйте сосредоточить ваше внимание на слове «брал его к себе». Способ жизни Саула заключался в том, что он собирал хорошее, то, что ему казалось рядом с собой. Он собирал сильных воинов. Он собирал воинственных людей. И у него появляется такая душа, что «вот, хорошо». Однако, то, что он собирал вокруг себя, не могло помочь именно в тот момент, когда действительно Саул встретился с проблемой. Господь Бог ежедневно действует в нашей жизни. Господь Бог желает, чтобы в наше сердце стояло слово, чтобы это слово вело нас. Господь Бог желает, чтобы именно сердце Божье вело нас. Мы те, которые имея Господа Бога, мы почему-то живем не тем, что Бог Богу принадлежит. Нашими хорошими условиями, теми деяниями, которые были в меня. Моими плодами. Моими деяниями. Моим опытом. И тем, что я получаю признание в глазах других людей. Мы всем этим, мы хотим жить в этом мире. У Саула также был Господь Бог. По воле Господа Бога, Саула стал царем. Однако, он в своем сердце, в своей жизни собирал то, что не было связано с Господом Богом. Дорогие братья и сестры, давайте теперь откроем вторая книга царств. Вторая книга царств, восьмая глава. Здесь рассказывается о Давиде. Пожалуйста, откройте восьмой глагу, вторая книга царств, четвертый стих. И взял Давид у него тысяча семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших. И подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесниц. Давид одержал победу на войне. И он смог приобрести тысяча семьсот всадников. Но здесь говорится, что он оставил только коней на сто, для ста колесниц, а всех остальных лошадей подрезал жилы. Что это значит? Что эта лошадь больше не может помогать войне, что эта лошадь просто будет для пищи. На самом деле, иметь тысяча семьсот всадников для войны, это очень важно. Мы можем увидеть, как же Давид жил. На самом деле, если у Давида будет большое число, так скажем, всадников, для него будет очень выгодно во время сражений. Вы представляете, какое это будет похвалой для него. Но он подрезал жилы. Давид не хотел уповать на всадников. Он хотел жить, уповая на Господа Бога. Знаете, я же имел то сердце, которое противоположно от сердца Давида. Когда нам жалко, когда нам обидно. Мы говорим, ой, почему же у нас так мало колесниц, так мало всадников. Мы говорим, почему же у нас нет хороших условий. Однако Давид же, он определился в своем сердце, чтобы уповать на Господа Бога. Библия говорит нам очень интересные слова. Знаете, в Библии, в Таразаконе есть такое слово, помните. Бог говорит, помни. А о чем помните? Что мы помним? Деяния. То, что мы увидели, испытали какое-то деяние от Господа Бога. О том, что я передавал Евангелие, и кто-то получил спасение. Такие плоды мы помним. Мы что же хотим помнить? Мы очень часто хотим помнить, как произошло какое-то деяние, или какие-то плоды мы имели в нашей жизни. И подобными вещами мы хотим представлять себя. Этим мы хотим, знаете, показывать себя перед другими. Однако, что же Господь Бог говорит в Библии, помните? Библия говорит, что помни, что ты всегда противился мне. Когда Давид подрезал жилы у коней, его подчиненные спрашивают. Господи, царь, уважаемый царь, разве нам не нужны лошади, разве нам не нужны кони? Но Давид говорит, если мы будем уповать на колесницы, на лошади, тогда мы потеряем сердце, которое уповает на Господа Бога. Давид имел сердце вдовы. Все, что не является Божьим, Он оставлял. Давайте посмотрим 2-й законе, 9-й глава. 2-й законе, 9-й глава. 7-й стих. Смотрите, что Бог говорит в этом слове. 7-й глава. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. Бог говорит, помни. О чем помни? Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа твоего, сколько ты мучил Господа Бога, сколько ты противоставал Господу. Да, 7-й стих говорит, ты всегда противился Господу. А мы о чем хотим помнить, скажите? Что же я хочу не забывать? Да, мы хотим помнить, что, о, ведь тогда Господь Бог действовал, ведь тогда Бог ждал плоды. А, в прошлый раз мы пригласили пастора, ведь хорошо провели эти мероприятия. Тогда люди получили спасение, и люди ведь получили спасение. Ведь тогда, да, ты же помнился Господа Богу построил молитвенный дом. Но Бог говорит, помни, как ты всегда противился Богу. Однако, мы же хотим помнить то, как Бог у нас действовал, как мы получили какие-то плоды. Почему? Потому что мы же, запоминая то, что у нас было хорошее, мы приобретаем силу для жизни в этом мире. Однако, Бог же нам говорит. Посмотрите, 9 глава, 5 стих. Библия говорит, что ты не за свою праведность приобрел это. Ты не за правоту сердца твоего приобрел это. Но, в конце 5 стиха говорится, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим. А, оказывается, то, что тот человек получил спасение, это не потому, что я хорошо передавал слово, получил спасение. А, то, что, когда приехал пастор, и все было хорошо, не потому, что мы сделали, было хорошо. А, для того, чтобы Господь исполнил свою клятву, Он должен был сделать, чтобы все прошло хорошо. Мы построили молитвенный дом не потому, что я хорошо строил. А, Господь Бог, для того, чтобы исполнить Своё Слово, Он дал нам построить молитвенный дом. А, Господь Бог дал братьям и сестрам сердце, чтобы они приобрели молитвенный дом. А, поэтому они могли участвовать в этом деле. А, вот, Господь допустил, чтобы у нас были средства. А, вот, почему Господь Бог послал людей, братьев, да, из миссии, чтобы они помогали нам. А, получить регистрацию здания было очень тяжело, но Господь Бог открыл путь, Господь Бог помогал. На самом деле, все произошло через Господа Бога. Однако, в моём сердце же, почему-то оно остаётся, как моё. Вот, это моя заслуга, что построили молитвенный дом. А, ведь тогда я хорошие плоды смог приобрести. И постепенно моё сердце отдаляется от сердца Господа Бога. 말씀 전하면서, 우리 박영철 목사님, 간증했잖아요. В этот раз, пастор 박영철 свидетельствовал. А, 다른 건 몰라도, Алмата에 에베당 지었고, 땅 сад는 거는, 그거 마음에 남아있다고. Да, что у него сердце осталось то, что Алмата построили здание и купили землю. 여러분, 저도 2002년도에 Киево 에베당을 처음으로 지었어요. В 2002 году я построил первые молитвенный дом в Киеве. То есть, 18 лет тому назад был построен молитвенный дом, который сейчас используют в Киеве. 실제는 하나에서부터 열 가지, 전부 다 하나님이 길을 열고, 은혜를 베풀어줘서 그렇게 되어진 것인데. На самом деле, от одного до десяти. Господь Бог все допустил, поэтому мы могли построить молитвенный дом. 마음이 남아있는 거예요. Однако, это остается в сердце. О, я тот, который построил первый молитвенный дом среди стран СНГ. 2017년도에 Москова의 에베당, 하나님이 하나에서부터 열 가지, 모든 은혜를 베풀어 되어진 것인데. 2017년도에, по милости Господа, от одного до десяти было сделано, во время строительства молитвенного дома в Москве. Ха, Москова에 좋은 에베당 얻었구나. О, в Москве мы приобрели хороший молитвенный дом. 그 생각 남아있는 거예요. Эта мысль остается. Но, вот эта мысль, которая остается, вы не представляете, как она препятствует вести нам духовную жизнь перед Господом Богом. Бог говорит, что это не по праведности твоей было сделано. Это произошло не потому, что у тебя была вера. А это произошло потому, что было обещание, которое я дал тебе. А это потому, что я от одного до конца все пути открывал. Ты должен помнить. Не это. А ты должен помнить, что ты противился мне. Надо помнить, что ты противился церкви. Насколько ты большой вред причинил церкви. Ты не верил моему слову. Вот, что ты должен помнить и не забывать. Тогда мое сердце будет перед Господом Богом, как сердце вдовы. Тогда, получается, все деяния, которые были в моей жизни, это были сделаны по милости, по благодати Господа Бога. Несколько лет тому назад пастор Ух Супак провел очень огромное, масштабное мероприятие в Латинской Америке. И в тот год, да, в Латинской Америке было очень сильное деяние, да, в странах Латинской Америки. Потом пастор вернулся в Силу. И на следующий день было собрание служителей. Но они не проводили пир. Знаете, что сказал пастор Ух Супак перед служителями? Кааа, 이번에 하나님이 역사를 많이 행하셨다, 너무 감사하다, 이 말씀을 하신 것이 아니고. 여러분, 우리는 하나님 앞에 타락 안 할 자신 없습니다. 여러분, 정말 우리는 앞으로 하나님 앞에 정말 믿음으로 살 자신 없습니다. Я не уверен, что мы и в будущем сможем жить перед Богом верою. Оставив все деяние, которое Господь Бог дал Южной Америке. Снова перед Богом мы должны ставить сердцем, что мы никто. С таким сердцем пастор без конца живет перед Богом. 그러니까 하나님의 능력и 그 속에 내려올 수밖에 없더라고요. И тогда Господь Бог не может не действовать у такого пастора. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу вам сказать об этом. 여러분, 우리는 하나님이 계세요. У нас есть Бог. 여러분, 하나님의 뜻에 의해서 우리는 전도자가 되었어요. По воле Господа Бога мы стали служителями. 그러면 1600 마리의 마병보다도 하나님이 훨씬 더 크고 능력이 있으신 것처럼. Как Господь Бог имеет большую силу, чем 1700 всадников. Все, что не является Божьим, мы должны убирать в нашем сердце. Почему же появляется возмущение? Почему же появляется противление? 저는 전에 옛날에 그렇게 은혜스럽고 항상 그 이야기 속에 감사하고 은혜 이야기가 나왔는데. Да, этот служитель раньше всегда говорил о благодарности, о милости Господа Бога. 어느 날 부터 그 이야기 속에 원망, 불평, 불манд들이 막 나오는 거죠. Но в какой-то день у него из уст начинает исходить недовольство, противление, ропот. 왜요? Почему же это происходит? А потому что его сердце осталось то, что я что-то сделал. 내가 했다는 마음이 있을 때. Когда у меня остается сердце, что я что-то сделал. 내가 하나님과 교회 앞에, 그 감사한 마음이 내 마음에 없어지는 거죠. тогда сердце благодарно перед Богом, перед церковью исчезает. 이제 하나님의 능력이 우리의 삶 속에 마음껏 역사하기 위해서. для того, чтобы Господь Бог действовал в нашем сердце. 그동안 우리가 잡고 있던 나의 것들을 내려놓는 거예요. я оставляю то, что я держал в своем сердце. 하나님이 과부를 위하여 챙겨주시는 것처럼. Как Господь Бог заботится о вдовах. 이제 하나님이 우리를 위하여, 하나님이 준비해 주시는 것처럼. также Господь Бог теперь заботится за нас. 여러분, 그때 너무 감사하고. и тогда у нас появляется огромная благодарность. 그 사람 속에는 은혜의 이야기밖에 안 나오더라고요. и у такого человека из его уст будут исходить только слова о благодарности и о милости. 여러분, 얼마나 하나님 앞에 교만한 자이냐 하면. насколько мы были гордыми перед Господом Богом. 하나님이 주셨던 열매를 가지고 내가 나를 세우고 나에게 영광을 나타내는 일을 했다는 거지. знаете, мы, теми плодами, которые Господь Бог дал нам, мы возвышали Себя, мы славили Себя. 여러분, 시간이 좀 왔는데요. дорогие братья и сестры, уже много времени прошло. 제가 마지막으로 한 가у에 대한 이야기를 좀 전해주고 마침려고 합니다. 아, в заключение, я хочу рассказать вам одну историю об одной вдове и закончить сегодняшнее слово. 예. 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 Братья, есть те братья, которые живут духовными вдовцами. Да, есть те, которые имеют достаток в жизни, но в сердце их как сердце вдовца. Но также есть люди, которые вроде бы материально имеют очень большие недостатки, но в сердце их, они не ведут себя как довец. О ком же я хочу рассказать вам сегодня? Я хочу вам рассказать о моей маме. Моя мать зовут Ким Нам Джо. В этом году ей 86. Когда ей было 43, она стала вдовой. Сегодня, думая о том, что буду передавать слово о вдове, я размышлял о моей маме. Когда ей было 43, она стала вдовой, и она получила спасение. И уже прошло 43 года с того дня. Когда ей было 43, она потеряла своего мужа, то есть моего отца. Когда у нее осталось 5 родителей. У нее осталось 5 родителей. И тогда старше было 18, потом второму было 15, потом третьему 13, потом 9 и 7. Да? По-русскому. Но моя мама никогда не изучала корейский язык. Она родилась как старшая дочь в деревне. И она не могла работать. И она была очень слабой физически. Но однажды она потеряла своего мужа. Теперь она осталась одна вместе с 5 детьми. Апутика, когда он был в больнице, он был в больнице, и он был в больнице. Из-за того, что долгое время лечили отца, поэтому мы растратили все имущество. Это был 1977 год. Тогда родственники, да, мамы, то есть это младшие братья, мамы, что они сказали моей маме? Ну, они 5 명 절대 не киунда. Ой, сестра, ты не сможешь воспитывать 1-5 детей. 1-2, 아니면 1-1, 반드시 в городе 보내라. Поэтому одного, ну, или двоих нужно отправлять в детские дома. Для того, чтобы остальные выжили. Потому что у нас не было никакого дохода на тот момент. Не было имущества. Мама не знала письменность. И физически она была очень слабой. Ничего не имела. И поэтому ей сказали братья, отправь своих детей в детские дома. И первой, кого должны были отправить в детский дом, это был я. Почему? Потому что я был вторым сыном. И потом я плохо учился. У моей мамы ничего не было. Но что было у нее? Но, что было у нее? 아버지가 돌아가시기 직전에 Бакоксу 목사님을 통해서 구원을 받았어요. Перед тем, как подшел отец мой, он получил через пасторуксу пока спасение. 그리고 우리 어머니가 구원을 받았어요. Затем моя мама получила спасение. 그전에는 불교를 믿는 사람이었어요. До того, как она получила спасение, она верила в Будду. 하나님을 전혀 몰라요. Совсем не знала о Боге. Сем경을 전혀 몰랐어요. Совсем не знала Библию. 그런데, 이제, 우리 집에 하나가 있는 것은 바로 구원을 받았다는 겁니다. Единственное, что у нас было в семье, это было то, что мы получили спасение. 그때 우리 목사님께서 매주 마다 우리 집에 오셨어요, 월요일 날. И каждую неделю, каждый понедельник, пастор приезжал к нам домой. 지금은 그렇게 하실 시간도 없었어요. Сейчас у пастора даже времени нет для того, чтобы еженедельно посещать кого-то. 그때는 하나님이, 목사님을 통해서, 우리 가족을 살려주신 거죠. Однако, Господь Бог в честь, пастора, Он спас нашу семью. 매주 월요일마다 우리 집에 성경 공부를, 가정예배를 들어줬어요. каждый понедельник, Он приезжал к нам и проводил собрание. 우리 어머니가 말씀을 들으면서. И пока моя мама слушала Слово. 그 마음에 하나님을 믿는 마음이 시작했어요. в ее сердце образовалась вера в Господа Бога. 그때 하나님을 위해 다른 의지할 것이 아무것도 없었어요. она ни на что другой не могла уповать. 그때 목사님을 통해 전해지는 말씀이, 의지할 것이 하나도 없었어요. кроме того, Слово, которое пастор передавал ей, ничего она не могла использовать для опоры своей. 목사님을 통해 전해지는 말씀이, 유일한 어머니에게 소망이고, 희, 기렸어요. Слово, которое передавал пастор, это был единственным путем, единственной надеждой для моей мамы. 우리 어머니가 얘기했어요. да, моя мама сказала. 목사님, 우리 동생들이, 아이들 다섯 명 다 못 키운다고, 두 명, 최소한 한 명은 고아원에 보내라고 합니다. пастор, мои малыши братья говорят, что я не смогу воспитать всех пяти детей, поэтому говорят, хотя бы одного или двоих, чтобы я отправила в детский дом. 절대 안 됩니다, 자매님. тогда пастор сказал, сестра, ни в коем случае нельзя. 이제 이 집의 주인은 예수님입니다. теперь хозяином этого дома является Иисус. 여기 아이들 아버지는 돌아가셨지만, да, может быть, отец ваших детей умер. 새로운 아버지가 생겼습니다. но в этом доме появился новый отец. 바로 예수님은 이 집의 주인이고요. Иисус является хозяином этой семьи. 예수님은 이 집의 아버지고요. 아이들 아버지고. 예수님은 자관님의 남편입니다. 예수님은 이 집의 아버지입니다. 그 기억해야 해요. 예수님이 이 아이들을 능력히 키우실 겁니다. 예수님은 이 집의 아버지입니다. 우리 어머니가 다른 길이 없었기에. Поскольку не было другого пути, моя мама просто приняла и поверила в Слово, которое передавал пастор. Младшие братья позвонили ей. И спрашивает, «Мама, сестра, ты разве не будешь отправлять своих детей в детский дом?» Она сказала, «Нет, не буду отправлять». Говорят, что Иисус – хозяин нашей семьи. Иисус – отец этих детей. Он будет заботиться о моих детях. Братья сказали, «А что ты говоришь?» Это пастор так сказал? И мама приняла эти слова пастора прямо в сердце. Знаете, после утери отца у нас даже не было положения, чтобы ходить в школу. У нас не было средств, чтобы оплатить в школу. И поэтому, когда отец оставлял завещание, он дал такое завещание обо мне. Дальше, 큰 애는 중학교 졸업하게 하고. Дальше, дуги는 중학교 1학년인데, 그냥 1학년 그만두고, 그냥 이렇게 얘기했어요. Да, отец сказал, «Пускай старший сын, да, он закончит 9 класс, а младший, да, пускай уходит со школы». И моя мама сказала пастору, что вот мой муж такое завещание оставил. «Мокса님, 뭐라고 하신다면?» «Ну, что сказал пастор?» «Замя님, 아이들, 반드시 학교 보내십시오». «Нет, сестра, пускай ваши дети обязательно закончат школу». «Ай들, 고등학교는 마쳐야 됩니다». «Как минимум, надо заканчивать школу, отучиться в школу». «И Иисус Христос даст все, что нужно». «Я не хотел учиться в школе, и мне не нравилось учиться в школе». «Потому что я очень плохо учился». «И то, что из-за того, что я не принесил деньги за учебу, и учитель постоянно об этом говорил, это мне очень не нравилось». «Омуни 말했어요». «Но мама сказала, «Ну, 학교 가라». «Иди в школу». «Мокса님이 말씀하셔서, 우리 늘 학교가 필요한 모든 것들을 주신다고». «Да, пастор сказал, что Господь Бог даст все, что нужно для учебы». «Еребен, 우리 어머니는 길이 없기 때문에 목사님의 말씀이 길이 없고, 목사님을 통해 주시는 하나님의 말씀이 길이 없고, 그게 유일한 소망이었어요». «Поскольку у мамы не было своего пути, своей дороги, поэтому слово, которое передавал пастор, слово Господа Бога, которое передавал пастор, было путем, дорогой и надеждой». «Интересно, в этом были удивительные вещи». «Все смогли приобрести через это». «Просло где-то 3 месяца». «Три младших братьев, дамы и мамы приехали к маме». «И они передали 300 долларов». «Такое, что есть, да? собрал по 100 долларов и 300 долларов они принесли маме». «И сказали». «Сестра, прошу тебя, не используй ни на что эти деньги, используй только для того, чтобы питаться». «И одежду не нужно покупать». «И обувь не нужно покупать». «И 양식은 먹어야 되지 않게, 양식만 사 먹으라고». «Чем-то же надо питаться, поэтому используйте эти средства только для пищи». «Урри мамы, а, 동생들, 너무 고맙다» 그랬어요. «И моя мама сказала, спасибо, братья». «В те годы 100 долларов это были намного больше, да, по цене, чем сегодня». «И моя мама берегла эти средства». «И долго размышляла». «Если я буду уповать на эти деньги, сколько я смогу прожить?» «Можно сказать, что на тот момент эти деньги равны были с ее жизнью». «Однако, если я буду уповать на эти деньги, сколько я смогу защитить своих детей?» «Мы не знали». «Но однажды у нас дома проводили собрание». «Мокса님, 말씀을 마치고 모임을 마쳤어요». «Мокса님, 이제 가실로 준비하고 있는데». «Мокса님, 잠깐만 기다려주세요». «Тогда моя мама сказала пастору, «Пастор, подождите, пожалуйста, минуточку». «Мой 어머니가 장롱 밑에 들어있던 300불을 끄지만 했어요». «И достала эти 300 долларов, которые она хранила в шкафу». «Когда 대구 교회가 파동에서 대명동으로 이사할 때였어요». «И это был период, когда церковь в 대구 переезжала из улицы 파동 на улицу 대명동». «Мокса님, 이렇게 내 동생들이 가져온 물줄인데요». «И мама сказала, «Пастор, эти деньги принесли мои братья». «Я определилась в своем сердце эти деньги дать Богу». «Если я буду поводнять эти деньги, сколько я смогу защитить своих детей?» «우리 어머니 마음에, 하나님을 의지하며 살 마음을 그 마음에 정하셨다는 말이에요». «Да, мама определилась в своем сердце жить перед Господом Богом». «Это Эбеда, 이사하는 데 적지만, 동참하고 싶습니다». «Хотя, это небольшая сумма денег, но я хочу участвовать тоже в переезде молитвенного дома». «여러분, 정말 하나님은 우리 삶 속에, 어머니의 삶 속에 모든 부분의 이야기를 하나님 매번 도우셨어요». «Знаете, и в нашей жизни, и в жизни моей мамы, Господь Бог во всем помогал». «Кригу, 우리는 넉넉히 학교를 마쳤고요». «И, знаете, мы смогли все благополучно закончить школу». «Кригу, 나는 공부도 못 했는데». «Я плохо учился». «Ури 누님이 시집 가라갈 때 시집 안 간다 그랬어요». «Когда моя, как, сестра хотели выйдать замуж, она сказала, что она не хочет выходить замуж». «А почему? Потому что она работала, и с этими деньгами учились ее младшие братья и сестры, поэтому она не хотела выходить замуж». «Когда 목사님, 뭐라고 그러셨냐면…» «Ну, что же сказал пастор?» «И, представляете, действительно, когда моя старшая сестра вышла замуж, я начал получать стипендию в школе». «Из 60-ти одноклассников я занимал 55-56 место». «Вдруг я стал гением и начал хорошо учиться». «Я не могу вам рассказать все, как я стал гением». «Но действительно, мне начали давать стипендию». «Я смог благополучно окончить школу». «Так Господь Бог вел всю мою жизнь». «Нуна가 시집을 갔어요». «Моя старшая сестра вышла замуж». «Наш старший брат, мы так долго ждали, и он смог устроиться на работу в банке». «На 이제 고등학교, 그때 2학년인데». «А на тот момент я уже учился в 11 классе». «Иже 형님이 은행에 들어갔고, 정식으로 월급을 받아왔어요». «И старший брат, он начал работать в банке и перенес зарплату первую». «Готто는 봉투에 받아왔어요». «А в те годы, как зарплату давали в конвертиках». «Еннале 누님이 직장 дарами 받는 월급보다 한 2배 이상 되었어요». «И он где-то 2 раза больше зарабатывал, чем старшая сестра, когда работала». «Кре, 첫 월급을 타고, 형님이 딱 가져왔단 말이다». «И он принес первую зарплату». «Что, 그날, 깜짝 놀랐어요». «Но, знаете, в тот день я был удивлен увиденным». «Готто, 우리 어머니가 뭐라고 하냐 하면». «Что сказала моя мама?» «За, 저 형님 이름이 이혼목 목사인데요». «Мой брата зовут 이혼목, да? Он сейчас пастор». «Хон목아». «Мама сказала, «Хон목». «Ты сразу пойди с этим же конвертом в церковь и пожертвуй перед Богом». «Этот день мы так долго ждали». «Ведь столько накопилось всего, что мы должны были купить». «Ури 어머니 뭐라고 하냐 하면». «Ну, что сказала мама?» «Ну, 이거 하나님의 은혜로 들어간 거 아니나?» «Мок, разве ты не по милости Господа Бога устроился в такую хорошую работу?» «Олле 첫 월급 하면 엄마 내 복 사주고 그런단 말입니다». «Обычно в Корее, да, как, покупают на первую зарплату подарок для мамы». «Ну, 그 봉투에 단 돈 백은도 손 내지 말고». «Ну, мама сказала, «Даже копейку не трогай из зарплаты своей». «Кого 그대로 교회 가서 염보하면, 염보해라». «Сразу всё пожертвуй, да, в церкви». «Ана님이 너에게 은행 가게 하는 거 아니나?» «Разве не Господь Бог сделал, что ты смог устроиться на работу в банке?» «И действительно, мой старший брат, он пошёл в церковь, да, и пожертвовал эти средства». «Я сейчас не хочу сделать, то есть, я не говорю это, чтобы сказать, что он пожертвовал». «Наоборот, моя мама очень хотела приобрести разные вещи, разные были нужны в нашей семье тогда». «Вы представляете, сколько накопилось всего, что хотела она сделать детям?» «Но в Библии написано, что первый урожай, первые плоды принадлежат Богу». «И так, поэтому мама сказала, чтобы брат поступил так». «И она продолжала искать Господа Бога, просить у Бога». «Время шло». «Старшая сестра стала супругой, да, проповедника». «Хим님이 어느 날 성교학교로 가게 되었어요». «Старший брат, однажды поступил в миссинскую школу». «Когда я служил в армии, он приехал ко мне». «Но я 성교학교로 가야 될 것 같아, 성경을 보니까 자꾸 하는 날 부르는 그때, 형이 그랬어요». «Я вот сказал, брат, знаешь, мне кажется, что мне надо поступать в миссинскую школу, потому что каждый раз, когда я читаю Библию, Бог мне дает такое сердце». «Я спросил, но брат, остался один год, и через год я уже заканчиваю службу. Может, ты год подождешь?» «Надо 그러고 싶은데, 성경 표면, 곧 하나님이 날, Бедрул, 불렀다. «Год» — 이런 말이, «Ола». «Но, знаешь, я тоже хочу через год поступать в миссинскую школу, но когда я открываю Библию, постоянно бросаются мои глаза словом о том, что Господь призвал Петра. Вот призвал Петра». «Тогда я спросил, а мама что говорит?» «Мама сказала, конечно, поступай в миссинскую школу». «А, тогда я сказал, ну тогда поступай в миссинскую школу». «И старший брат поступил в миссинскую школу». «Представляете, на протяжении одного года не было человека, который мог бы заботиться о нашей семье». «Я закончил службу в армии». «Когда я закончил службу в армии, мама сказала мне». «Вот так Бог дал пищу нашей семье». «Вот так Господь Бог дал нам деньги на учебу». «На 속으로 이렇게 들으면서 생각했어요». «При себя слушая слова о маме, я подумал». «На, я же буду долго, долго заботиться о маме». «Потому что я тоже работал в банке». «Конде 2년이 지났는데 그게». «Прошло 2 года». «Надо 하나님 성격 불러붙잖아요». «Представляете, и меня Бог позвал в миссинскую школу». «Ома, 내 이름 마음에 드는데 어떻게 해야 돼?» «Я спросил, мама, вот у меня появляется такое сердце, как мне быть?» «Я, 무슨 소리냐? 당연히 네가 성격으로 가야지». «Мама сказала, зачем спрашиваешь? Конечно, ты должен поступать в миссинскую школу». «Конечно, 여기 동생들하고 엄마는 어떻게 해?» «Я спросил, а как наши сестры, как мои сестры, как ты?» «Ни가 오해했구나». «Тогда мама сказала, «О, сынок, у тебя были серьезные недопонимания». «Мы до сих пор жили благодаря Богу». «И так я поступил в миссинскую школу». «Моя младшая сестра, которая сразу идет после меня, она подумала, «Я буду долго жить с моей мамой». «Когда 몇 년, 얼마 안 지났어, 조성쥬 목사하고 결혼해서 전투자 사모가 됐어요». «Ну, и она прошло немного времени, вышла замуж за проповедника 조성쥬 и стала женой служителя». «Ули 막내, Хианна, 엄마가 생각했어요». «Моя самая младшая сестра, да, мама Хианна, она подумала». «Оп파들, 언니들, 다 보고мен하러 갔는데, 나는 엄마는 평생 시집하고 살아야지». «Вот, мои братья стали служителями, сестры стали женами служителей, поэтому я всю жизнь даже не буду выходить замуж и буду рядом с мамой». «Пошло несколько лет всего лишь, и вдруг появился очень красивый жених». «Пастор Пакенчоль, я явился». «Пастор Пакенчоль, я явился». «Пастор Пакенчоль, я явился». «Пастор Пакенчоль, я явился». «Я явился Пастор Пакенчоль, и тогда моя младшая сестра, она тоже вышла замуж». «Ули 어머ни 혼자 됐잖아요». «Мама осталась одна». «Но, до сих пор она живет, уповая на Господа Бога». «До сих пор она живет, уповая на Господа Бога». «До сих пор она живет в городе, Тэгу». «Хон자 살고 계세요». «А живет одна». «Дэгу는 대구 교회이기 때문에». «Да, она ходит в церковь, Тэгу». «Хана님이 정말 무식하고, 학벌도 없고, 정말 무식하고, 몸도 약한 우리 어머니 인생 속에, 어마어마한 축복을 허락해 주신 거예요». «Господь Бог дал огромное благословение моей маме, которая была необразованной, глупой, слабой физической. Такой маме дал благословение». «Вы все сегодня читали Слово». «Что Он говорит? Не подбирай падшие ягоды». «Подуон 열매, 떨어진 열매를 다 죽지 마라». «Да, виноградника твоего не отбирай до чиста». «Хана님 외에 의지할 자 없는 자를 위하여». «Для тех, которые кроме Бога не имеют упования». «Хана님이 너무 세밀하게 그걸 준비해 주신 거예요». «Так тщательно Господь Бог приготовил». «이제 이야기를 마무리해야 되겠습니다». «Да, уже пора делать заключение». «다섯 자녀가 다 복음 전도자가 되었어요». «Все пять родителей стали служителями». «그리고 세 명의 손자, 손녀가 지금 복음 전도자가 되었어요». «И трое, да, внуков, уже стали служителями». «이제 Хана가 전도자 시집 가고, 여기 우리 형님 아들이 승객у 가면, 다섯 명의 손자, 손녀가 복음 전도자 될 수 있겠죠». «Если Хана выйдет замуж за служителя, если, как, сын моего старшего брата тоже станет служителем, тогда пятеро детей, пятеро внуков, да, будут служителями». «그럼 열 명이 그렇게 되는 거예요». «Тогда можно сказать, что десять человек нашей семьи будут служителями». «세상에 제일 축복받은 모친이잖아요». «Можно сказать, это самая благословенная, да, пожилая сестра в нашем мире». «사진 한 장 보여드리고, 마칠게요». «Позвольте, я вам покажу одну фотографию и закончу». «Да, 보여주세요». «여러분, 보이죠?» «Вы все видите фотографию?» «Да». «Это фотография». «Я 몇 년 전에 한국에 갔을 때, 사획자 모임 마치고, 제가 대구 우리 어머니 집에 갔어요». «После общения служителей, несколько лет тому назад, я поехал к бабушке, к моей маме, да?» «Да». «Когда 저녁, 토요일날 저녁에 도착해 가지고, 대구 교회, 내가 김진성 목상에 전화를 했어요». «Свободу вечером я приехал к бабушке, и я позвонил пастору Ким Динскому, который служит в церкви в 대구». «Мок사님, 나 여기 대구 왔습니다». «Пастор, я сейчас приехал в 대구». «Ким 목사님, 알겠습니다, 그래서». «Да». «Пастор Ким сказал, «Хорошо, я понял вас». «Когда 아침에 전화가 왔어요». «Мок사님, 오늘 말씀 전해주실 수 있습니까?» «Пастор, а вы бы не могли бы передать слово сегодня утром?» «А, 예, 그러겠습니다». «Я сказал, «Конечно, хорошо, пастор».» «А, 그러면 우리가 차를 보내겠습니다». «Я отправлю машину». «А, 그러지 마세요». «Ой, не надо». «А, 차 보내지 마세요». «Не надо отправлять машину». «내가 우리 어머니랑 교회 가겠습니다». «Я с моей мамой поеду в церковь». «Я хотел посмотреть, как моя мама ходит каждое воскресенье в церковь». «И сейчас вы видите фотографию, которую мы сделали на остановке автобусной». «50 минут нужно ехать на автобусе до церкви». «Уре 어머니 혼자서 버са 타고, что, 주일날, ей обе, 교회를 다니고 있어요». «Моя мама, да, каждое воскресенье одна ездила на автобусе в церковь». «Моя мама, 내가 그대로 한 번 보고 싶었어요». «И я хотел просто увидеть, как она посещает церковь». «Когда 우리가, 내가 사진을 찍은 거지, 기념으로». «И поэтому, так, мы на остановке сделали фотографию». «Е, 이제 사진 닫아도 되겠습니다». «여러분, 하나님이 우리 어머니를 건강을 잡아 주셨어요». «Бог держал здоровье моей мамы». «86세인데요». «Ей 86». «Ажу 건강하세요». «До сих пор, да, она здоровая». «За식들은 아무것도 안 해줬어요». «Дети, да, ей ничего не сделали». «Хана님이 어머니의 힘이 돼 주시고». «Но Бог стал силой для нее». «Уре 어머니의 지혜가 되어 주시고». «стал мудростью для моей мамы». «Хана님 아닌 그들을 삶 속에 없애면서 사셨더라 말입니다». «Она жила, убирая то, что не принадлежит Богу». «Дорогие братья и сестры, как мы можем устами рассказать все Диане, которые Господь Бог 감사함으로 당당하게 사시면 돼요». «Ежедневно, радостно, с весельем и с дерзновением живите». «Почему?» «Потому что наш Господь Бог, Он наш Отец». «По воле Господа Бога мы можем сегодня стоять здесь». «Спасибо большое за то, что Вы такое долгое время внимательно слушали Мое Слово». «Давайте так закончим Слово». «Я помолюсь». «Живой Господь Бог, мы благодарим Тебя». «Ты стал нашим Отцом». «Ты стал путем нашим. Ты стал всем в нашей жизни». «Мы жили, не веря в Себя». «Возвышая плотское, возвышая человеческое, мы жили до сих пор». «В книге Второй Законии, что ты нам заповедал помнить?» «Ни хорошие деяния, ни что-то хорошие плоды». «Но ты сказал, чтобы мы помнили и не забывали Господа Бога, который возлюбил нас, которых ничего мы не имеем». «Господь, когда мы смотрим на Твою любовь к нам, у нас есть огромная благодарность». «Господь, пожалуйста, благослови, братья и сестры, которые живут в странах СНГ». «Мы благодарим Тебя, молились в своем Иисусе Христа». «Аминь». Оперед. «Фаевская». «Музыка. «Убина». «Аминь». «Эй». «Ай». «Эй».